Всем привет! С вами Ольга Чернова. Я сейчас быстро пройдусь по вопросам, постараюсь ответить на те, которые сейчас именно злободневные. Правда, сейчас уже поздно, 11 вечера, я много не буду говорить, но просто очень-очень много идёт вопросов. Сейчас идёт высадка, рассады, все эти посевы. Начну с того места, где остановилась вчера. Это было день назад, поэтому я сегодня буду отвечать на вчерашние вопросы. Вот мы закончили на том, что у меня тоже есть сибирские сорта, Киевская область, Акация писала. Дальше Елена Мочалова, я как раз из тех, кто ждал новостей про ваши ниточки, это про те забытые томаты. Мы уже, я их показывала, всё. Потом Ольга Колесник, что у вас в ящиках с другой стороны, там где про перец? Это там как раз сибирские сорта, про которые я говорила, что они толстенькие, хорошо в рассаде, не вытягиваются. Подскажите, пожалуйста, почему рассады, Ольга Германова, томатов вянут, кончики листьев, а затем засыхают. И Тамара Егорова пишет такая же история, не знаю в чём дело. У меня на нижних листьях тоже бывают. Они как много зелёной массы вверху нарастёт, нижние смотришь, раз, начинают как вроде желтеть и засыхать. Но если это именно нижние листья, вы не указали какие, то я не расстраиваюсь, я просто их общипываю. Потому что при высадке сейчас мы 2-3 листа нижних у томатов всё равно будем убирать. Они уже свою миссию выполнили. И у томатов вообще есть такая способность, они перекидывают. Если не хватает питательных веществ, например, если в стаканчике или там в лотке растения уже взрослые, ей не хватает, оно старается больше молодые листья обеспечивать, а о старых тех внизу забывает. Если это нижние листья, ничего страшного. Дальше. Здравствуйте, Оля. Смотрю давно, пишу первый раз. Так. Отвечать на комментарии. Пишет. Никто не знает, в Армении Саргян ушёл в отставку. Нет. Юмор. Пишет, ушёл. Я не знаю, ушёл или нет. Так. Прям ковёр красота. Это просибирские сорта. Спасибо за видео. Удачи в тяжёлом труде. Пишет, вот кто про Саркосянов спрашивал, а я лёжа сажаю рассады. Корнями на юг, а макушкой на восток. Кстати, так и сажают очень часто, и многие потом. Размножайте, будем покупать семена. Это про штрауха. Так, дальше. Труженицы. Подскажите, у вас теплица с обогревом? Я говорила много-много раз. Теплица без подогрева, но в одной висит на потолке, на крайний случай. Нынче повешали первый раз инфракрасные обогреватели, но они такие слабенькие, по 0,8 кВт-2. Это на случай мороза. И там, где стоят томаты, установлена тепловая пушка. Я сейчас её не включаю, буду включать тогда, когда, если будет минусовая температура. Если температура за бортом плюс, то в теплице всё равно на 5-6 градусов теплее, и ничего страшного не случится. Но если передадут минус, вот в том году было минус 7 в течение трёх дней. На этот случай, конечно, я держу обогревательный прибор. Я же не совсем, я думаю о будущем, о последствиях, что если я высадила всю рассаду, а вдруг мороз. Конечно, нужно чем-то подогреваться. Но вообще сейчас она у меня не включена, потому что у нас более-менее... Так, какая вы молодец, подскажите, я первый раз посеяла рассаду, веранда тёмная, одно окно, освещение сильно влияет. Дома тепло, она вытянулась на улицу, боюсь. Освещение очень сильно влияет. Если темно и одно окно, она будет обязательно вытягиваться. Это без вариантов. И дома, если тепло, она будет вытягиваться. Не знаю, если у вас нет теплицы, но как-то люди делают, на день выносят, когда тепло, на солнце, а на ночь заносят назад, вот так вот на вечер. Но в тёмном помещении вытянется, конечно, испортится рассада. Зоя Соколова, Оля, здравствуйте, всем недавно для себя открыла ваш канал. Так, вот уже, ну просто успехов, Валентина Сологаева. Сколько растений у вас в банках, как вы их будете вынимать? Это про баклажки пятилитровые. Я их не буду вынимать, я же показывала, как я их посадила, они уже сидят в земле. Там нет дна, и просто вот этот цилиндр, который можно подсыпать туда, подсыпать, они будут образовывать дополнительные корни. Это как, типа будет, как будто бы окучиванием немножко. А корни, они туда вниз, внутрь уйдут, потому что дна у этой баклушки нет. Как цилиндрическая насадка на томат. Ничего я не буду вынимать. Людмила Швидковская. Ольга, а как же с пикировкой? Они у вас в куче все растут, так надо или для чего так? Ну, пикировка обязательно происходит. В куче растут. Это вы написали как раз вот к видео, где томаты были белые ниточки. Я же их пикировала, я все это показывала. Они распикированы, они были упущенная рассада, распикированные в тончайшем были состоянии. Сейчас я ее высаживаю уже, все, мне ее еще распикировать не надо. Наталья Артюшина. Здравствуйте, как заказать семена? Где посмотреть, какие семена предлагаете? Каталог на странице в Одноклассниках, но если вы откроете мою страницу, то там надо отматывать далеко назад. Каталог был выложен летом, его закидали другими материалами. Я видео выкладывала, статьи. Но если вы отмотаете назад, вы его найдете. Новый каталог я сейчас еще не выкладываю, потому что много сортов заменилось. Будет другой совсем ассортимент. Про все это буду говорить в августе. В августе буду говорить про семена. И обязательно для тех, кто интересуется, назову адрес электронной почты. Как можно на Одноклассники написать. Все это будет осенью. Сейчас об этом, как говорится, цыплят по осени считает. Об этом сейчас говорить еще очень-очень рано. Спасибо за видео, Маргарита Григорьевна. А корешки вы не укорачиваете, то есть центрально отщипываете. Да, корешки укорачиваю, центрально отщипываю. Так я делаю. Так. Опять мисс-мисс. Вот там, где рассада сибирская хороша, видео написано. Можно узнавать название этих томатов. Дело в том, что я название этих томатов называла именно как раз в том самом видео. Я все перечисляла, под которым вы написали комментарий. Названия такие. Демидов, Настенька, Алтайки, Сюрприз, Сибирская, Тройка, Тройка, Жаростойки. Может быть, что-то упустила. Но их много вот таких. Именно вот эти, которые я показывала в том видео. Это вот эти. Потом. Лиетна. Не русская опять. А можете еще раз сказать, какие сорта. Вот только что назвала. Татьяна Хаматвалеева. Томаты спрут не выращиваете? Это вопрос. Я один раз выращивала, но это же гибрид. С него семена не получаются. Я выращиваю только сортовые. Гибриды стараюсь не садить. Светлана. Я тоже хотела сажать в банках. Нигде не могла найти информацию. Вопрос, если прикопать банки, в них вырастить рассаду. Так можно? Потому что я не знавши не высадила сразу. А у меня сейчас стакан. Подскажите. Да, вот я про это и говорю, что вот в этой банке, что вы имеете под словом банка, вот эту вот такую емкость, если пластмассовую, как у меня, то да, ее можно закопать в землю. Главное, что дно удалить, чтобы корни свободно проникали туда вглубь. И она у вас вырастет до взрослого растения. Так. Ну, при семена, если заказать семена, куда обращаться? Я уже сказала, что я в августе буду об этом говорить. До этого не буду даже про это говорить, потому что в том году сделала один каталог ассортимента. В июле град побил, половина выпала из списка, а люди уже понадеялись на это и очень были расстроены. Так что буду говорить только тогда, когда поспеют томаты в августе. Татьяна Бондарева. Невозможно глаз оторвать от такой красоты томатиков. Ну, это вот про видео. Как же хороши эти сибирские сорта в рассаде. Ну, правда, очень декоративные прям такие. Наталья Звягинцева. Ольга, а на северо-запад можно сажать томаты и перцы по два? На северо-западе это где? Я вот этот вопрос не поняла. Вопрос. На северо-западе можно сажать томаты и перцы по два? На северо-западе какого-то края или на северо-западе участка? Не знаю. Еще раз спросите. Ольга, а у вас в ВКонтакте нет? ВКонтакте я есть, но у меня там пустая страница. Понимаете, я не успеваю. Я сейчас даже в Одноклассники захожу раз в неделю, хотя там все и спрашивают тоже, вопросы шлют. Я даже на сообщения не отвечаю. Я вот вышла в 7 утра и зашла сейчас в 10, в 11 часу. Вот сижу, варю пока рассольник, отвечу на ваши вопросы. Все равно сижу здесь. Так, пишет Оля, они вкусные, резиновые, жесткие. Вот про штраух, который я хотела долго. Конечно, легкие, но все немцы гоняются за русскими сортами. А эти круглый год в магазине кистами лежат ровненькие, товарненькие, но вкус. Так дело в том, что да, я вот про них и прочитала, что они именно как консервные были сорт выведены. А невероятно вот то, что недостаток в случае употребления в свежем виде, может быть это достоинство в случае консервации, что они вот такие жесткие, как резиновые, может быть они не теряют форму при консервации, может быть... Я вот хочу все-таки их попробовать, испытать. А то, что немцы гоняются за русскими сортами, я знаю, у меня из Германии нынче выписывали, из Германии, из Америки и вообще из Латвии, из Литвии все хотят русские семена, и особенно сибирские, потому что вот в Америке она где-то там живет в таком холодном регионе, у них же не везде там тоже тепло, и она сказала, что вот только сибирские сорта у них подходят, а все эти европейские, они у них не выдерживают. Наталья Звягинсова, я не в Одноклассниках, кроме этой сети можно сделать заказ. Я потом укажу электронную почту, просто напишите мне на почту и все. Так, Марина Матвея, я вот думаю обильный полив даст потом такой цемент растению, не трудно будет расти. Марина, я же рассказывала, что я вот после этого полива, я сверху раз-раз-раз, и сразу как, ну как выразиться, мульчирую перегноем, или просто присыпаю перегноем, а он же такая рыхлая структура, он во-первых корку не дает создавать вот этому после полива верхнему слою, и не так пересыхает, и он такой рыхленький, воздухопроницаемый, не знаю, я не замечала, вроде все нормально, никакой, ну и там тем более, вы же видели, я когда садила, я в лунку тоже сыпала перегной, и вот я когда поливаю, там в основном там больше 50% перегноя вот этого с рыхлой структурой, он из перегноя никогда не делается цемент, не знаю, я не замечала, чтобы такой был цемент, и трудно им расти. Так, дальше, в каком регионе, еще раз, каждый день, одно и то же, в каком регионе, Сибирский регион, Алтайский край. Так, Виктория Вакарчук пишет, Пытьях, у нас минус 7, снег, метель, позавчера было. У нас тоже в том году было в мае, минус 7, бывает. Пишет Светлана Файзулина, Штраух выращивала 2 года, не очень понравился, Куст под крышкой теплицы, большими здоровыми, Плоды мелковатые, но много, плодоносит до хороших заморозков. Вот испытаю сама, потом тоже скажу, понравился или нет. Так попробую, и посолить попробую, и посмотрим. Наталья Качаева, вы хоть в Сибирь, но и в Жне, я побаюсь выносить помидоры в теплицу. Но видите как, я-то уже не работаю. Я вот, когда было холодно, днем можно вынести, а вечером занести. Если вы, конечно, работающий человек, то бегать с ними не будешь с этими лотками. Это ясно, что приходится ждать тепла. Но дело в том, что иногда тепло приходит так поздно, что рассада без солнца, именно без этого, вот в домашних условиях она портится, качество снижается. Так, добрый день, где вы живете? Поняла, что в Сибири можно узнать, где именно. А, ну это я бы ей прямо написала, потому что я уже не знаю. Говорю очень-очень часто, и все равно спрашивают, и спрашивают. Город Бийск, Алтайский край. Так, здравствуйте, Оля, покажите томаты, которые вытянулись на шкафу. Так только что показывали. Скажите, у меня на окне рассада... Ну тут я ей уже отвечаю, что показывала я именно вчера или позавчера было это видео, про вытянувшую всю рассаду. Светлана Якутина, Бог в помощь, спасибо. Так, Галина Семенюк, Ольга, сколько у вас сил? Нет, у вас работников на помощь, здоровье. Работников, к сожалению, нет. Но в выходные, конечно, муж, сын помогают, но они целую неделю на работе. Я понимаю, что им, отработав 8 часов, не очень хочется в 6 вечера прийти и еще в огороде пахать. Я все это понимаю, и я все такие тяжелые, ну как дела, например, принести 2 ванны перегноя, или там что-то куда-то перетащить, я пишу на бумажечку, и вот в выходной, в воскресенье, даю им вот этот план, и они мне всю тяжелую работу, которую я действительно подня... Ну я не могу поднять, например, ванну там с землей, с перегноем, это я их прошу. Ну а в остальном, конечно, пикировать, рассаживать по стаканчикам, и все-все это я делаю сама. Помощников нет, дочки, к сожалению, нет, передавать все это тоже некому, никто не будет после меня заниматься, так что вот еще сколько лет смогу, столько буду заниматься. Мне это очень нравится, единственное, что, конечно, таскать я не могу, но где не могу поднять, тащить, можно волоком немножко. Так, Елена Батрова, тоже посеяла в лотке 3 вид капусты, один зашел с щеткой, 2 других, 1-2, магазинные семена, выброшенные на ветер деньги, придется покупать рассаду, бывает тогда. У меня тоже несколько томатов в таких баклажках растут, пишет Мария Бай, но в них еще предварительно мешочки и пакеты из-под грунта вставила, уже зацветают. Я не поняла, зачем мешочки, ну ладно. Бабкина Екатерина, спасибо за информацию, вопрос такой, при обработке медным купоросом или хомом используете ли вы средства защиты и какие? Нет, я не использую. Мне кажется, что бордоска, она не имеет запаха, для меня главное, чтобы, ну как вот я из-за астмы, главное, чтобы не вонючая была. Я вот бордоской не пользуюсь средствами защиты, хомом, но когда я от насекомых, вот эти вот вонючие, есть такие вонючие-вонючие вещества, капсулу, когда разводишь, тогда приходится пользоваться, потому что вместе с насекомыми задыхаюсь и я, вот. А эту бордоскую, медный купорос, хом, нет ничего, ну перчатки, конечно, надеваю. Так, как вы летом поливаете томаты, если они окученные, Марина Васильченко, каждый, поливаете дорожки из шланга, каждый раз этот вопрос. Я ставлю посреди, на дорожку, автоматическую брызгалку-поливалку, которая, видели, наверное, крутится такая и разбрызгивает все, дождевалка такая. Все, к водопроводу подключаю, ухожу, прихожу через 20 минут, вся теплица мокрая. Все у меня, все влажные томаты. Так, вот, мир, к сожалению, не могу имя никак прочитать. Ольга, спасибо, я думала, что вы на участке уже посадили морковь-редисочку, а у вас еще холодно, тепличке жалко, ураган что ли был. Морковь-редисочку мы посадить не можем, потому что у нас не так давно был снегопад, у нас только что стаял снег. Холод-это еще ничего, морковка бы выдержала, и редиска бы выдержала. Но на той неделе мы заходили, еще бывает, знаете, такая почва, когда после зимы идешь, она там как влажная, много сырости, и идешь, и нога туда проваливается, как вот такое, как болотце. Поэтому ни про какую перекопку не было, даже речь сегодня вскопали первую грядку в огороде, и то земля такая влажная-влажная, можно было бы еще подождать по суше, но уже май на носу все. А про ураган, у нас ураган был в том году осенью, срывало крыши даже с домов, уносило автобусные и трамвайные остановки, и у нас вот эти две теплицы унесло, даже через две улицы. Нам люди приехали, соседи ей сказали, Оль, там ваши теплицы вон скачут по дороге. Их, короче, муж с сыном пошли, как сказать, притащили назад, но они все вот такие были, как это, все смятые в комочах. Ну, вот это, так ураган был такой у нас. Так. Где вы покупали семена через интернет? Это про голубые ели. Нет, я покупала у частного тоже коллекционера, вот единственный, у кого я нашла. Так, у вас высокие, у нас высокие грядки, спина оторвется, так низко работает, Нина Чеснокова. Ну, а как весь остальной огород? Вот эта теплица, ладно, здесь 20 квадратов, а весь остальной огород, там лук, чеснок, у нас все вот так на ровном месте. Я даже, видите как, в каждом районе, наверное, свои какие-то традиционные методы выращивания. Вот у нас у всех вот такие ровные огороды. Мы уже привыкли, что для того, чтобы что-то посадить, надо покланяться несколько раз. Как это, как я всегда говорю, спрашивают, как получить хороший урожай? Я говорю, ну, формула получения хорошего урожая проста. Поклониться несколько раз, может быть, несколько десятков или сотен раз и поливать своим потом, желательно, все лето. И будет хороший урожай. Не знаю, мы всю жизнь кланяемся, вот так наклоняемся. И не хочу я делать высокие грядки, как-то уже привычно. Ничего, один раз высадишь, а потом когда, ну, прополка несколько, ничего страшного. Так. Попробуйте собрать каркас, обтянуть стрейдж-пленкой быстро и дешево. Каркас можно из любого материала. Тоже не поняла. Как вы думаете, в отрытый грунт можно таким методом посадить томаты? Если вы имеете в баклушках, то люди садят, да, вот в таких вот, в пятилитровых емкостях. Я видела, но я ни разу не пробовала, я обманывать вас не буду, что да, можно это, хорошо. Но я знаю, что высаживают. Правильный чувство юмора. Жить помогает Таня Шульпина. Это про ответы на видео, там, где, наверное, воду вступит. Лучше надо. Так. Семена заказывала. Перец, перца стопроцентная схожесть. Томаты были хуже. По-моему, Инна. Но рассада из ваших семен отличная, сильная, крепкая. Буду заказывать еще раз. Да, вот томаты я хочу про Инну сказать и про другие. Конечно, это не очень приятно, когда обычно, как вот женщина написала, в том году, говорит, было все прекрасно, а в этом году некоторые томаты не все взошли. У нас вот из-за этого града вот такие вот, как Инна, потом там король гигант, еще какой-то, они крупноплодные, и они во время вот этого града до конца еще не вызрели, только-только начали спеть. И так как побила все плоды, я все-таки оставила их на дозревании, потом с них выбирала вот эти семена, и, вероятно, это послужило, что на качество семян ни разу у меня такого не было, я не думала, что это как-то повлияет. Но вот теперь, ученые, знаю, что если ранка у томата, семена собирать лучше не надо, лучше вообще ее выбросить. Наталья Сидоренко, но у вас лун, не одна лунка, а две, или я чего-то не увидела. Вот это я, это летнее еще видео, я даже не помню, о чем вы говорите, ну не поняла я, о чем вы говорите. Я сейчас высаживаю в теплицу, смотрите, как сейчас сажу, сейчас еще томатов нет, лунки все видно, если вам что-то непонятно, сейчас спрашивайте, а про какое именно летнее видео вы спросили, я не знаю, у меня 700 видео, я теперь не могу точно, извините вам сказать, как там были лунки в прошлом году. Лунка это ямка, куда помещается два корня, у вас на расстоянии, значит, у вас две лунки и одна палка, сформированные растения в один ствол, но это опять то же самое, про это же старое видео, ничего не могу вам сказать, спрашивайте про нынешнее, вот нынче в теплицу высаживаю, говорите, ну смотрите и говорите, что вам непонятно. В том-то и прелесть вашего канала, что вы рассказываете все подробное, о том, о чем никто не говорит, обожаю ваш канал, Светлана Пильщикова, так дальше сразу. Оля, у меня такой вопрос, раз в тойке ты говоришь, не нужно посынковать, я правильно понимаю, что вообще ничего удалять не нужно, можно озвучить, какие еще у тебя такие имеются, также не посынковать, и все-таки я не понимаю слово не посынковать. Вот смотрите, что жиростойкие, что Настенька, таких много, вот смотрите, которые можно не посынковать, например, Настенька, Алтайский сюрприз, жиростойки, демидов, я всегда говорю, что можно посынковать, можно не посынковать, если хотите получить крупнее плоды, вы можете все-все общипать, но лишние вот эти вот, которые вот у демидова нарастают все-таки какие-то, если вы не убираете вот эти вот пасынки, на которых еще дополнительно образуются плоды, то их будет много, но они будут мельче, если же вы все пообщипаете, пасынки вот эти, оставите, например, 5 или 6 только цветочных кистей, то томаты будут крупнее, это вот подходит не ко всем, например, индетерминантно, и мы не можем посынковать или не посынковать, там однозначно нам говорят, обязательно посынковать, оставлять только 2 стебля, а тут можно и не посынковать, он урожай даст, урожай даст обильный, много, но если не посынковать, томаты обычно получаются чуть поменьше, и также жиростойки, я выращиваю во всех вариантах, выращиваю и совсем не трогая, вот его посадила, и он растет как хочет, я его колышку притянула, этой веревкой 2 томата, к 1 веревке, который в центре, к 1 колышку, который вставлен в центре, веревкой притянула, и они растут, они все улеплены будут томатами, помидорками, но они будут чуть поменьше, поменьше весом, помельче, чем в том случае, если бы я вот эти лишние, которые молодые пасынки нарастают, и цветут, и формируют, можно короче убирать, можно не убирать, если вы не понимаете слово посынковать или не посынковать, вам надо летние видео посмотреть, там я подробно объясняю, когда начинать посынковать, какие пасынки убирать, у каких сортов лучше посынковать, у каких лучше не посынковать, сейчас еще нет у меня примера, на котором бы я показала, как вырастить с пасынками, без пасынков, так, очень удобно, просто, ну вот тут, Зинаида рассказывает, как она выращивает, как поливает, так, мелочи, нюансы важны, спасибо, что делитесь, немецким томатам по вкусовым качествам до ваших сортов очень далеко, этот сорт по сравнению с немецкими резиновыми там лучше, но хуже наших сортов, но хуже сортов наших любителей, капецанин, сравнивали, знаем, но это вот про штраух опять, ну будем смотреть, спасибо, в парниках, Оля, наверное, еще рано, но это вопрос, как, смотря где вы живете, смотря какая температура, как потом продаете, с открытым корнем, еще тоже, пятый раз уже отвечаю, да, люди приезжают, заходим в теплицу, я им прям выкапываю, и они едут домой, так, ну что тут скажешь, суперхозяйка, огородница, браво, здоровья вам, крепкого, спасибо, так, полезная информация, вот пишет, Галина Овчарова, рассада на продаже, хотелось бы увидеть урожай, при таком методе выращивания, ну вы знаете, я конечно, не хожу по домам, вот которые люди у меня покупают, урожая я не смотрю, но просто, я же продаю дома, и ни на базаре не сижу, и не могу продать так, чтобы продать, и на следующий год, меня уже никто не нашел, как скрыться, и все, люди же приезжают, опять ко мне домой, на будущий год возвращаются, и говорят, какие были шикарные пироги, перцы, но я им верю, зачем им врать, мне, что у них шикарный урожай перцев вырос, например, и некоторые даже спрашивают, а мне лучше вот этот, вот дайте побольше сорта, который вот крупный, не колобок, не круглый, а такой, и вот он более, там это, он желтый, более массивный, более сочный, и я думаю, что если бы они, как сказать, купили рассаду, посадили, и у них ничего не выросло бы, они, во-первых, из года в год не приезжали бы, во-вторых, не стали бы говорить, что ой, какие перцы были шикарные, нам еще таких же дайте, но я вот основываюсь на этом, но видеть урожай я не видела, скажу честно, ну ко мне приезжают вот люди с другого города, с Белокурихи, может вы слышали у нас курорт, они всегда у меня берут, вот 5 лет, и именно перцы, она и говорит, что до того, вот как вот эту рассаду не стали у вас брать, у нас, говорит, никогда не получался перец, теперь перцы и замораживаем, и фаршируем, и все, но я людям верю, что у них много получается перцев. Какие теплицы поломало, какой фирмы, спрашивает, вы знаете, они разные, кстати, их не поломало, их, я вот уже рассказывала в предыдущем, их ветром удуло, у нас был шторм такой осенью, еще раз повторю, трамвайные остановки, автобусные удувало, крыши с домов срывало, и вот их вот так вот как-то подняло, и на другую улицу перенесло, и там бросило, и нам люди сказали, езжайте, забирайте, там ваши теплицы валяются, вот все, на этой оптимистической ноте я закончу, потому что время уже много, но вопросов много, это вот последний вопрос был 22 часа назад, значит, завтра буду отвечать на сегодняшние вопросы, иначе никак не получается, все, желаю вам всего хорошего, несмотря на то, что у меня все теплицы удуло и поломало, настроение у меня хорошее, мы поставили новые, и даже если их удует, ничего страшного, будем садить без теплиц в балаганах, в каких-нибудь шалашиках, в тоннелях, все, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok